Послание к римлянам святого апостола Павла Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя, пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение дадарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа и Иисуса. Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего, Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Святейший апостол заповедовал чадом своим «Господь близ, ни о чем же пицитеся, но во всем молитвой и молением с облагодарением приношение ваше досказуется к Богу, и мир Божий доводворяется в сердцах ваших». И Господь в Евангелии от Марка говорит ученикам Своим «Отпущайте все грехи должникам вашим, чтобы и вам Отец ваш отпустил грехи ваши». Страшно сие слово Господа. По нему, если видишь, что сердце твое не ко всем чисто, то и не проси ничего у Бога, потому что оскорбление Ему приносишь, когда, будучи грешен и имея печально подобного тебе человека, говоришь испытующему сердца «Оставь мне грехи мои, как и я оставляю». Таковой не молится умом, но одними устами в неведении. Ибо желающий воистину умом молиться Богу в Духе Святом, с чистым сердцем, испытывает сердце свое прежде, чем станет молиться, беспечально ли оно в отношении ко всякому человеку или нет. И если оно не беспечально, то он сам себя обманывает, молясь, ибо нет слышащего его молитву. Тогда ум твой не молится, а по обычаю исправляются установленные часы. Итак, желая чисто совершать делание молитвы, испытывай прежде ум свой, что в нем, чтобы, когда говоришь «Помилуй мя», и сам ты миловал просящего тебя. Когда говоришь «Прости мне», и сам ты, бедный, прощал. Когда говоришь «Не помяни пригрешений моих», и сам ты не помнил грехов ближнего твоего. Когда говоришь «Не помяни зол волею и неволею мною содеянных», и сам ты не помнил их со стороны ближнего. Если так нужно, то и помышлять ты ничего не должен ни на какого человека. Если ты не дошел до того, чтобы так делать, то всуй молитва твоя. Бог не услышит тебя по всем Писаниям. Прости мне. Сказал еще Господь в Евангелии от Матфея в молитве «И остави нам долги наши, якои мы оставляем должником нашим». А в Евангелии от Луки сказал «Аще отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш небесный согрешение ваше». И у святого Луки так «Отпущайте и отпустят вам». Как бы так, я всю любовь отдал тебе, чтобы ты, чего желаешь себе от Бога, сделал то прежде сам ближнему твоему. И тогда освобожден будешь от грехов в той мере, в какой успел ты сделать то же в отношении к людям. Если ты очистил сердце твое в отношении ко всякому творению Божию, а разумному, чтобы не злопамятствовал ни на кого, то должен блюсти сие, ибо Бог есть истина, а не слова только языка. И так всякий человек сам себя вяжет в гиену и сам себя разрешает от нее. Ничего нет, жесточайш воли, к смерти ли она устремится или к жизни. Блаженны те, кои возлюбили живот вечный, когда они не притыкаются. И так подвязаться надлежит в труде и поте, сокровенно в сердце против томящего тебя помысла, чувства оскорбления, чтобы не попустить стреле его уязвить сердце твое. Но трудно тебе будет уврачивать его, если не будешь ты всегда иметь пред очами своими грехов своих. Когда услышишь, что кем-нибудь учинено тебе зло некое, противопоставь ему доброе желание свое, не воздать ему в сердце своем, не поносить его, не осуждать и не оглашать, предав его в уста всех, и думай после этого, во мне нет ничего худого. Если в тебе есть страх гиены, то он препобедит в тебе злые помыслы, внушающие тебе воздать ближнему твоему, говоря тебе «несчастный». Молишься ты о грехах своих, и Бог терпит тебя доднесь, не обнаруживая их пред всеми. Ты же, гневаясь на ближнего, бросаешь его в уста всех. Не явно ли, что ты не раскаян во грехах своих, когда никакого не имеешь в сердце в своем снисхождении к ближнему. Итак, если умягчится сердце твое, и ты сохранишь себя от всякой злобы на брата, то будет тебе милость от Бога. Если же сердце твое лукавое жестоким пребудет к ближнему твоему, то знай, что не пришла еще память твоя при лице Бога, не помнишь Бога. Прости мне, я нищ и уничижен грехами, и, пиша сия, стыдом покрываю лицо мое в сердце моем. Если не достигнет человек состояния по естеству Сына Божия, всуя все труды его. Земледелец, сея семена свои, чает собрать их в большем гораздо количестве. Но если случится тлетворный ветер, то непрестанная печаль бывает в сердце его, что и семена, и труды над обрабатыванием земли пропали даром. Святой Петр, апостол, распятый в Риме, просил, чтобы его повесили вниз головой, показывая тем таинство неестественности, овладевшей всяким человеком. Он через это сказал как бы, что всякой крестившейся обязуется распять злые неестественности, постигшие Адама, и низвергшие его со славы его в злое поношение и срам вечный. Почему надлежит уму мужественно подвязаться и возненавидеть все видимое человеком, как неестественное ему, и враждовать против того горчайшую ненавистью до конца. Вот главные страсти, неестественные человеку, овладевшие всеми сынами Адама. Прибыль, честь, покой, величание тем, что оставишь на конец, украшение тела, чтобы оно было чистое и благообразно, и взыскание добрых одежд. Все сие питает похотную сласть, которую змей вложил в уста Евы, из чего и мы познаем, что ясмы сыны Адама из этих злых помыслов, сделавших нас врагами Божьими. Итак, блаженно распявшийся, умерший, погребенный и воскресший в обновлении, когда увидит он себя сущим по естеству Иисуса и по следующим святым стопам Его, коими шествовал он, быв человеком на земле, для работников своих святых. Его черты и суть смиренно-мудрия, бедность, нищета, нестяжательность, прощение, мир, перенесение поношения, беспопечения о теле и небоязнь наветов злобствующих. Самое же великое есть знание всего прежде событий и долготерпение к людям в кротости. Достигшись его и истребивши в себе неестественность, явно показывает, что он есть из Христа, Сына Божия, и есть брат Иисуса, коему подобает слава и поклонение во веки веков. Аминь. Блаженный Феофилакт Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Матфея. Стих 27. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали, «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» как Богу слепцы говорили Ему, помилуй нас, а как человеку взывали сын Давидов, ибо всем иудеям было известно, что Мессия произойдет от племени Давидова. Стих 28. Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему, и говорит им Иисус, «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Они говорят Ему, «Ей, Господи!» Заставляет слепцов идти за собой до самого дома, потому что хотел обнаружить твердость веры их и обличить иудеев. А чтобы показать, что все зависит от веры, спрашивает их, веруют ли они. Стихи 29-30. Тогда Он коснулся глаз их и сказал, «Поверивайший, да будет вам!» И открылись глаза их. Исцеляет их в доме наедине, чуждая славы. Он всюду дает нам уроки смиренно-мудрее. Далее стих 30. И 31 стих. И Иисус строго сказал им, «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. Видишь ли, смирение Христа, как запрещает Он разглашать о себе. Но они разгласили. Впрочем, не по ослушанию, но по чувству благодарности. Ежели в иных случаях оказывается, что Христос говорил, «Иди и расскажи, что сотворил тебе Бог», то здесь нет немало противоречия. Он хочет, чтобы о Нем не говорили ничего, но проповедовали славу Божию. Стихи 32-33. Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, Немой стал говорить. Эта немота была неестественная, но от демона, поэтому и приводят его другие. Сам по себе не мог он просить, потому что демон связал ему язык. По этой причине Христос не требует у Него веры, но тотчас врачует его, изгнав отнявшего у Него язык демона. Далее стих 33-й. И народ, удивляясь, говорил, «Никогда не бывало такого явления в Израиле». Удивленный народ ставит Христа выше пророков и патриархов, ибо Он исцелялся властью, а не так, как те по молитве. Но посмотрим и на фарисеев. Что говорят? Стих 34. А фарисеи говорили, «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». Слова крайнего безумия, ибо никакой демон не изгоняет демона. Положим, впрочем, что он изгонял демонов как слуга князя демонского или посредством магии. Как же он исцелял болезни, отпускал грехи и проповедовал Царство Божие? Демон поступает напротив. Он производит болезни и отвращает от Бога. Стих 35. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Будучи человеколюбив, Господь не дожидается, когда придут к Нему, но Сам ходил всюду, чтобы никто не имел причины оправдываться и говорить, что никто не приходил учить нас. Он привлекает их и делом, и словом, уча и чудодействуя. И приходящую оттуду Иисусове, по нем и доста два слепца, зовуща и глаголюща, помилуйны, сыне Давидов. И пришедшу ему в дом, приступиста к нему слепца и глагола има Иисус, «Верует ли, яко могу сие сотворите?» Глаголосто ему «Ей, Господи!» Тогда прикоснуся очию их, глаголя «повереваю, пуди вама» и отверзостося очи има». Глава 9, стихи с 27 по 30. Для чего Христос заставляет идти слепых за собою и просить о помиловании? Для того, чтобы и в этом случае научить нас убегать людской славы. Так как дом находился поблизости, то он ведет их туда в намерении исцелить наедине. Это видно из того, что Христос не велел никому сказывать об исцелении. Немало также обличает это и иудеев, когда слепые, будучи лишены зрения, приемлют веру по одному слуху между тем, как иудеи, видя чудеса и уверяясь в действительности их собственными глазами, поступают совершенно иначе. Заметь и усердие слепых, о котором можно судить по их крику и молению. Они не просто приступили, но взывали громким голосом, ничего больше не говоря, кроме «помилуйны». Сыном же Давидовым называли потому, что это казалось им почетным наименованием. Часто и пророки так называли царей, которых хотели почтить и возвеличить. Книга пророка Иезекииля, глава 34, стих 23. Книга пророка Захарии, глава 12, стих 8. Привет, ши слепых в дом, Христос еще спрашивает. Он большую частью исцелял только по просьбе, чтобы не подумали, что он из честолюбия сам ищет случаев творить такие чудеса, а равно, чтобы показать, что исцеляемые им были достойны исцеления, и чтобы не сказали, что если он исцелял по одному милосердию, то надлежало бы всем исцелиться. Ведь и самое человеколюбие соразмеряется несколько с верою исцеляемых. Но не по этим только причинам Христос требует от них веры. Так как они называли его сыном Давидовым, то, возводя их к высшему понятию и научая, как должны разуметь о нем, он и спрашивает, верует ли, яко могу сие сотворить? Евангелие от Матфея, глава 9, стих 28. Не сказал, веруете ли, что я могу умолить отца моего, могу и спросить у него, но сказал, веруете ли, что я могу это сделать? Что же они? Ей, Господи! Уже называют его не сыном Давидовым, но парят мыслью выше и исповедуют его владычество. А тогда уже и сам он, возлагая руку, говорит, повереваю, буди вама. Делает это, чтобы укрепить их веру и показать, что сами они участвовали в своем исцелении, а равно и засвидетельствовать, что в словах их не было лести. Он не сказал, да отверзутся очи ваши, но говорит, повереваю, буди вама. То же самое он говорит и многим другим из приходящих к нему, чтобы прежде исцеления телесных недугов обнаружить сердечную их веру, а через то и исцеленных сделать более опытными и в других возбудить большую ревность к добру. Так он поступает и с расслабленным. Прежде нежели возвратил крепость телу, восставляет расслабленную его душу, говоря, дерзай, чадо, отпущаются греси твои. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 2. Также воскресивший девицу, взял ее за руку и повелев ей есть. Евангелие от Марка, глава 5, стихи, 41 и 43, Евангелие от Луки, глава 8, стихи, 54 и 56, научил ее познать своего благодетеля. Подобным образом поступил и сотникам, все приписав вере его. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 13. Равно и при избавлении учеников от бури морской, сперва избавил их от маловерия. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 21. Так и здесь. Хотя он знал тайные их мысли прежде, чем они их высказали, но чтобы и в других возбудить такую же ревность, открывает их и другим совершением исцеления, обнаруживая сокровенную их веру. Потом, по исцелении, Христос повелевает им никому об этом не сказывать, и не просто повелевает, но со всею строгостью. Запрети има, говорится Иисус, глаголя, блюди-то, да никто же увесть. Она же, исшедша, прослависто его по всей земли той. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи 30 и 31. Впрочем, они не удержались, но стали проповедовать и благовествовать. Не удержались, несмотря на повеление молчать о происшедшем. Если Христос в другом случае говорит «иди и проповедуй славу Божию», то это не противоречит сказанному в настоящем случае, но вполне с Ним согласна. Христос научает нас не только ничего не говорить о себе, но удерживать и тех, которые захотят хвалить нас. Но если слава воздается Богу, то мы должны не только не препятствовать, но даже побуждать к тому. Тема же исходящемуся приведоша к Нему человека нема беснуема. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 32. Эта болезнь была неестественная, но происходила от дьявольского злоумышления. Потому и нужно было, чтобы беснуемого привели другие. Так как этот бесноватый, будучи не в состоянии говорить, не мог просить ни сам, ни через других, так как бес связал его язык, а с языком и душу, то Господь не спрашивает его о вере, но немедленно исцеляет от болезни. «Изгнану бесу», говорит евангелист, «про глагола немый, и дивишися народе глаголюще, не коли же явися таковы Израиле». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 33. Это-то особенно и причиняло досаду фарисеям, что Христа предпочитали не только всем современникам Его, но и предшественникам. Предпочитали не за то, что исцелял, но за то, что исцелял легко, скоро, притом бесчисленные и неизлечимые болезни. Так об Иисусе судил народ. Но фарисеи судили совсем иначе. Они не только перетолковывают Его поступки, но не стыдятся говорить и против самих себя. Такова-то злоба. В самом деле, что говорят они? «О князе бесовстим изгонит беси» Евангелие от Матфея, глава 9, стих 34. Может ли быть, что безрассуднее этого? Совершенно ведь невозможно, как и сам Христос говорит после, чтобы бес изгонял беса, так как и бес обыкновенно свое утверждает, а не разоряет. А Христос не только изгонял бесов, но и очищал прокаженных, воскрешал мертвых, укращал море, отпускал грехи, проповедовал царствие, приводил к Отцу, чего бес никогда и не захочет и не сможет сделать. Бесы приводят к идолам, отвращают от Бога и научают не верить будущей жизни. Бес, будучи оскорблен, не станет делать добро, когда он, и не будучи оскорблен, причиняет вред даже тем, которые служат и угождают ему. Но Христос поступает совсем иначе. Он и после стольких укоризн и поношений прихождаша, говорит евангелист, грады вся и веси, уча на сонмищах их, и проповедая Евангелие Царствия, и целя всяк недуг, и всяку язю. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 35. Он не только не наказывал их за бесчувственность, но даже и не укорял, показывая тем и свою кротость, и опровергая возводимую на него клевету, и вместе, желая последующими чудесами, еще более удостоверить, и потом уже обличать словами. И так он ходил и по городам, и по селам, и по синагогам их, научая тем, нас воздаять за злословие не злословием, но большими благодеяниями. Если ты оказываешь благодеяние своим сарабам не для людей, но для Бога, то как бы они ни поступали, не переставай благодетельствовать, чтобы получить большую мзду. А кто перестает благодетельствовать, потому что его злословят, тот показывает, что он благотворил не ради Бога, но ради похвалы от людей. Вот почему Христос, научая нас, что он по одной благости пришел благодетельствовать, не дожидался того, чтобы приходили к нему страждущие, а сам поспешал к ним, принося им два величайшие блага. Во-первых, Евангелие о Царстве. Во-вторых, исцеление от всех болезней. Он ни города не проходил мимо, ни селения не пропускал, но посещал всякое место. Даже и тем не довольствуется, но показывает и еще большую заботливость. Видев народы, говорит евангелист, милосердово о них, якобаху смятени и отвержени, якобовцы, неимущие пастыря, тогда глаголу учеником своим «жатва уба много, делатели же мало, молитеся уба господину жатвы, якуда изведет делатели на жатву свою». Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 36 по 38. Смотри опять, как он далек от тщеславия. Чтобы не водить всех за собою, он посылает учеников. Впрочем, не для того только посылает, но и для собственного их обучения, чтобы, образовавшись в Палестине, как бы в некотором училище ротоборства, они приготовили себя к подвигам в целом мире. Потому-то, как юных птенцов приучая к летанию, он открывает обширнейшее поприще для их действования, сколько было то соразмерно с их силами, чтобы они удобнее могли приступить к последующим подвигам. И сначала делает их только врачами тел, чтобы после вверить им важнейшее врачевание душ. И смотри, как показывает легкость и необходимость этого дела. Жатва, говорит он, много, делайте лишь и мало. Я, посылаю вас не сеять, но жать. Подобным образом сказал он и у Иоанна. И не трудишися, и вы в труд их в недосте. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 38. Этими словами он удерживал их от самомнения, возбуждал к бодрости и показывал, что предшествовавший труд был больше. Смотри же, он и здесь начинает милостью, а не судом. Милосердово, сказано, якобаху смятений и отвержений, яко овцы, не имущие пастыря. Этим он укорял начальников иудейских за то, что они, будучи пастырями, показывали в себе свойства волков, потому что не только не исправляли народа, но и препятствовали ему быть лучшим. Народ удивлялся и говорил, не коли же явися таково Израиля, Евангелие от Матфея, глава 9, стих 33, а они, напротив, говорили о князе бесовстем и сгонит бесы, Евангелие от Матфея, глава 9, стих 34. Но о каких делателях говорит здесь Господь? О 12 учениках. Что же, сказавши «делателей мало», увеличил ли их число? Нет, но послал 12 только. Так почему же он сказал «молитесь господину жатвы, да изведет делателя на жатву свою», а никого к ним не присоединил? Потому что впоследствии он и двенадцатью заменил многих, не увеличив их числом, но даровав им силу.